Здравствуйте, друзья! Начнем мы с небольшой викторины. Вот что это такое лежит на тарелке, что мы со Светланой собираемся съесть? Ну, ты уже все рассказал, что уже съесть. А может быть, это не съедобно. Может быть, не съедобно, но мы собираемся съесть. Что это, Света? Ну, так где же загадка-то? Они уже задумались. Теперь ты скажи. Это плод кактуса. Кактуса. Вот. И он вполне себе съедобный даже очень. Мы сейчас вот его надрежем и покажем, что там внутри. Да. Значит, представьте себе большой-большой кактус, а на нем растут такие маленькие шишечки. Вот это шишечки, которые растут на большом-большом кактусе. И мы на самом деле проходили и видели их миллионы раз. Мы просто не знали, что это есть можно. Да. А тут я его купила в магазине в Вашеном. В мексиканском. В мексиканском. И мне этот дяденька-хозяин показал, как его кушать надо. Иначе я его не купила. Света, делится секретами, которые раскрыли мексиканские специалисты по кактусам. Значит, ты его надрезаешь тонко ножиком. Я хочу сказать, что когда вы покупаете этот плод кактуса, он уже без иголок. Иголки с него содраны. Так. Ты пальчиками его так что размягчаешь, что ли? Нет, я хочу снять шкуру. Ты сейчас увидишь, как он внутри. Так. Я, друзья, вообще первый раз наблюдаю вместе с Вами. Да, я вчера первый раз наблюдала. Светлана была в магазине. А, ну я так не думаю, что надо. И ее угостили. А мы не надрезали до конца. Окей. Так. Она была в магазине. Да. Я говорю, а что это такое? Причем они бывают трехцветовые. Они бывают зеленые, желтые и красные. Так. Вот. Этот зеленый. Я взяла зеленый, потому что он менее сладкий. Угу. Надо сказать, что вообще вот этот вот плод кактуса не является каким-то, знаете, фонтаном полезных всяких там минералов или витаминов. Во всяком случае мы не нашли. Здесь действительно вот витамин С, да, витамин С, как правильно? Там минералов много. И там есть магний из существенного. Все остальное там несущественное. 80% вода. 80% это вода, 10% это углеводы и вот все остальное. Там немножко, немножко там есть жиров. Вот он показался голенький. Да. И уже это совсем другое дело. А дальше его просто... Мексиканцы его кладут в салаты и, значит, куда там еще, в супы. Вот, видите, что... Там внутри маленькие косточки, которые невозможно выплюнуть, потому что они в такой школьской оболочке. Ну, как в арбузе, например. Да, практически с косточками и все это и поедается. Во всяком случае, этот дядька не выплевывал ничего. Вот они в Мексике, ты как? Да. Ну, хорошо. Давай пробовать будем. Ну что, друзья, я вот на вилочку. На вилочку специально, чтобы вам так было показать. Давайте я откушу кусочек. Вкус такого свежего. Оно немножко на виноград похоже, правда? Нет, на виноград не могу сказать. Оно свежее, такой пышет свежестью. Думаю, на что похоже. Ну, вот если бы не косточки, то, может быть, было бы похоже немножко на арбуз. Из-за того, что я вот могу припомнить, больше похоже на арбуз. Вот еще один съем, чтобы расчувствовать. Ну, если косточки жевать бессмысленно и... Они скользкие очень. Они не скользкие, но они крупные и бессмысленно. Я не знаю, я бы не стал их пить. Нет, но их не выпить. Отлично заглатываются. Будет очищать живот. Очень освежая полость сердца. Ну, правда, вот у меня, у света почему-то ассоциация с виноградом, у меня больше с арбузом. В общем, вот так, друзья. Покажи снова нам то, что мы тут видим. Друзья, обращаю внимание ваше, что когда вы берете на вилочку, вилочку надо брать старую советского образца, мельхиоровую. Это придает такой колорит, который в Мексике никто, например, не оценит. А мы с вами можем. Вот, друзья, второй, как сказать, кактус. Светлане удалось почистить более изящно, так, более эстетично. Вот вы видите, как выглядит замечательно. И у нас еще есть третий. А первый я уже съел. И с большим удовольствием.